Боже, милости будь нам, гречным, создавший нас Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили Господи, прости и помилуй нас гречным. Благослови Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, отверзивши и очень сердечно, что нам услышали слова, то разумеете и исполнить желание Твое. Аминь. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, на непристое, в Ахиппе, в Аминь. Царь Небесный. И спаси блажей души наша. Господи, Господи, благослови, Господи, на учение наше по слову Твоему Святому Дару, Господи, чтобы все знания человеческие служили для того, чтобы познать имя Твое Святое до конца, исполнить его, полюбить его, исполнить его и сделать все возможное, чтобы другие люди через Тебя полюбили слово это Твое, Господи. Как Ты даровал понятие о нем и своему богоизбранному народу еврейскому, а наипаче ученикам, апостолам, пророкам, патриархам и всем благочестивым людям, которые уверовали и понесли его дальше. Помоги нам, Господи, все это осознать, воплотить эти действия в жизнь, в нашу. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сейчас у нас чтение Слова Божьего. Читаем мы. Ветхий Завет, книга Библия, Ветхий Завет, книга Ивова, 28 глава. То есть вы это каждое утро проходите, да, сцена? Да, ну почему утром? Вечером. Ну у нас по-разному бывает, когда Евангелие читаем, когда вместе все читаем, в зависимости от времени сколько у нас уходит. Ну у нас где-то час уходит на все. Молимся, потом где-то полчаса, минут сорок бывает, что прям засидимся, такой интересный вопрос. Может быть, может быть, полтора часа даже. Ну, так вот. Ну, потом же надо будет отдыхать и потом опять утром просыпаться. Ну, давай начинаем читать. Сейчас мы отрывок прочтем, а потом остановимся, поподробнее разберем. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, и из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме, и тщательно разыскивает камень во мраке, и тени смертной. Тени. Тени смертной. Вырывает рутокопные колодец в местах, забытых ногою, спускается вглубь, вестят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта, как бы огнем. Камни ее места сапфира, и в ней песчинки золота. Стезит туда, не знает хищная птица, и не видала ее глаз коршула. Не попирали ее скину, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. Скаут просекает каналы, и все драгоценные видят глаз его. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость облетается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не облетается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за без серебра. Не оценивается она золотом апфирским, недрагоценным ониксом, и сапфиром. Не равняется с ней золото и кристалл, не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с ней эта пассия эфиопской, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаина. А водон и смесь говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и он ведет место ее, ибо он прозирает до концов земли, и видит под всем небом. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по ней, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее, и явил ее, приготовил ее, и еще испытал ее. И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разума. Все, глаза, кучу. Ну вот, не хочу сказать, что вот эта глава, она вводит нас в науку. Эта наука называется геология. Ну вот, по такому стечению обстоятельств, как раз я вот геолог оказался здесь. И вот, когда мы начинаем читать, особенно с самого начала, то многие люди, конечно, не понимают, о чем идет речь. Ну, потому что, по своему опыту могу сказать, и по какому-то непонятному воображению человеческому, золото рисуется всегда в каких-то драгоценных изделиях. Человеку скажет, что мы занимаемся добычей золота сразу, а какие колечки там у вас, какие там цепочки. То есть люди совершенно не представляют. Поэтому с самого начала здесь, о чем здесь говорит Иов вообще, почему он коснулся именно этой темы, и перешел именно на геологию, то есть на полезные ископаемые. Однозначно здесь Иов говорит про полезные ископаемые. И он так это говорит, что видно, что это ему очень знакомо. Вот если мы возьмем, допустим, Библию и будем, вот Библейский атлас, это Библейский атлас, нам через географию, через геологию, через, будем даже говорить, агрономию и вообще бытовую жизнь людей, вводит нас в книгу Библия. Для чего? Для того, чтобы мы смотрели в книгу, а книга когда-то была на земле только одна, это Библия, и не видели там, как говорят, что-то непонятное, а видели то, что Господь нам предоставляет увидеть с вами. И что вот этот атлас великолепный просто, вот здесь вот есть все. И тут с самого начала начинаются нам, авторы Господа рассказывают о том, какая земля обетованная. То есть самое главное, центр всего мироздания, это Иерусалим. Иерусалим находится посреди земли обетованной. Земля обетованная была дана богоизбранному народу, из Египта выведенному израильскому народу, еврейскому. И он попал именно в землю, эту плодоносную, плодородную, как говорится, где течет молоко и мед, обширные источники пазбищ и долины, цветущие. Там виноград, который два человека кисть могли только унести. И так далее. Об этом мы читаем в книге Исхода. Вот такой. И тут хорошо это описывается, можно считать. И вот она, где находится земля обетованная. Вот здесь горы идут, а это долины идут, цветущие. Почему именно эту землю Господь выбрал? Мы сейчас видим, почему. Тогда народ не мог сказать, почему. Потому что, ну, центр вселенной виделся там, где основные цивилизации. Основные были, где цивилизации. Это, конечно, Египет была основная цивилизация. Потом там Вавилон была основная цивилизация. Потом Греция, Рим. Вот там они. А центр оказался все-таки, в конечном итоге, край, берег. Береги. И недалеко, прям от берега, 100 километров буквально, и Иерусалим. Это обетованная земля. Вся обетованная земля в длину составляет от севера до юга около 300 километров. А от запада, ну, или от востока на запад, как хотите. Ну, будем считать от запада, потому что это побережье Средиземного моря. Всего до 180 километров. То есть, вся обетованная земля войдет в Алтайский край только третьей частью Алтайского края. Вот вся обетованная земля. И теперь все эти события, которые мы будем читать в книгах Царств, Паралипоминон, Судей, Исход, ну, Исход там побольше, там еще Египет захватывается, Рарийский полуостров. Но вот основные книги библейские, библейские, они происходят на не очень значительной географической территории, а в Палестине. Ну, там где-то Осирия, Вавилон, чуть подальше. Потом дальше у нас будет, когда апостолы начнут свою деятельность. Это будет Греция, Рим. Это тоже не очень много, особенно для нас, русских людей. Нам это вообще, как говорится, всего лишь один лапоть по карте. А у нас этих лаптей по карте очень много. У нас вся страна 11 тысяч километров. А здесь, вот все, что библейская книга, Библия захватывает, это все уместится, ну, может быть, в тысячу километров. Что, почему именно центр земли, центр вселенной стал Иерусалим? Потому что, потому что на это повлияло географическое положение самого, самого Иерусалима, ну, или Палестины. Она находится в центре, сейчас я, вот, чтобы было понятнее, покажу. Вот, видите, в центре Средиземноморья. Это Средиземное море. Вот это вот показаны границы тут разных государств. Ну, в частности, по берегам Средиземного моря была вся Римская империя. Римская империя всех привела, она, казалось, к Риму привела, но в конечном итоге все дороги привели к Иерусалиму. Центр, центр всего мироздания, духовного мироздания, ну, и даже материального, оказался Иерусалим. Потому что он находится на той, в той части Вселенной, которая объединяет, ну, будем говорить, три направления. Это, здесь идет у нас Африка, то есть черные люди живут. Здесь у нас находится Европа, Северная Европа, там, Западная, Восточная, любая. Там живут сыны Иоафета. И восточные люди с этой стороны находятся, на восток. Это люди, в основном узкоглазые. Ну, или темнолицые такие, как индусы там, ну, они не очень узкоглазые. Ну, короче, понятно, что это все хамиты, то есть сыны хама. Африка, Восток, Европа. И только сами сыны Симовы, это семиты, это евреи, оказались вот именно здесь. Их в центре Господь разместил. Для чего? Надо понимать, что для того, чтобы проповедь от них, о Боге истинном, распространилась сразу ко всем, напрямую. Не надо там было идти через сынов Иофиэта, через Европу, потом через африканцев, там, и только потом к монголам достигнем. Нет. То есть, вот, они в центре оказались, земля обетованная. С этой стороны европейцы попадают сразу туда торговать, по берегу моря, попадают сразу к израильтянам. Они узнают о Боге истинном. Отсюда африканцы, египтяне в основном. Опять тут же, да тем более они сами израильтян этих выпистывали, как говорится, и вытолкнули от себя, когда Господь показал могущество свое. А дальше, с этой стороны, великие просторы, которые, конечно, больше всего нам христианству не поддавались, это земли Азии. Даже сам Александр Македонский не смог дойти армии. Но проповедь Христова, как оказалось, достигла и даже Китая. Но китайцы вытеснили христианских проповедников. В Индии есть целые огромные христианские общины. Малобарский берег называется. Там, но это только называется берег. А на самом деле по всей Индии находится всего где-то около 70 миллионов христиан на сегодняшний день. В разных областях Индии. Вот куда апостол Фомадзел дошел. И теперь, когда мы на все это смотрим, мы... Которого считают неверующим. Да, которого почутся называть неверующим. Мы смотрим, вот допустим, тут вот есть экономика древнего и Ближнего Востока как раз, какие животные там были и так далее. А здесь также есть у нас карта, которая показывает нам и минералогию данной земли обитованной. Где находились, какие полезные ископаемые. Вот так вот. Даже такое есть в Атласе. И мы находим, что добывали здесь недалеко. Очень много было меди. Добывали железные руды. Да. Серебро и золото добывали подальше. Был такой офер или фарсис. Фарсис был. Были такие. Или там, допустим, копи Соломона. Где они находились, копи Соломона? Люди до сих пор гадают. Где настоящие копии? Что там этих копий было? Именно только золото? Или можно назвать копиями Соломона, где добывалась медь? А в медь добавляли немного олова и получалась бронза. А бронза она ценилась на уровне золота. Почему? Оно такое же желтое блестит, только его больше полировать надо. Но его если заполировать, в золото смотреться нельзя. А в бронзу можно было смотреться, вот они из зеркала появлялись. И теперь мы смотрим об этом, как нам об этом говорит Слово Божие. Говорит что? Как там серебряные начала? Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Да. Что такое источное жило серебра? То есть обычно, когда начинают говорить о жилах, то под жилами понимают такой какой-то канат, и вот у нас когда я был молодым специалистом на Колыме, начинал свою деятельность геолога по разведке и добыче рассыпного золота, то говорили самое главное нам нужно за хвост ухватить жилу. И я говорю и что там дальше? А дальше говорит, вот видишь станок, а там у нас удары канатные станки стояли и там такие барабаны, на которых канат накручивался, ну трос накручивался, металлический канат называется. Вот говорит, привяжем его к этому барабану и включим и будем тянуть эту жилу за хвост. Так вот, эта жила так за хвост не тянется. Жилой называется скопление, которые сформированы в виде таких вытянутых полос на определенной глубине, не обязательно с поверхности, бывает, что и глубоко может закопаться. Полос как минерала, который вмещает в себя серебро. Серебро вмещается или молекулярное, прям молекулы серебра есть в трещинах этой породы, пустой, она никуда не идет, она только вмещает серебро, называется вмещающая порода, которая образует эту руду серебряную. И дальше серебряные вкрапления могут быть от миллиграммов, которые уже видно, или под микроскопом, или прям даже на руке, и до самородков. Самородки, они от грамма идут и до десятков килограмм. Что такое самородок? Самородок это полностью серебряная масса, масса серебра, как она есть, серебро, которая включена в эту пустую породу, в этой пустой породы образовалась большая пустота, не трещина какая-то маленькая, которая серебро заливается, а большая пустота, и заливается, где меньше пустота, где больше, где это бывает как ладошка, бывает допустим как кулак скрапления, или как звезда вот такие выступают звезды, как сейчас коронавирус показывают на экранах, такие тоже бывают. И все это произошло в тот момент, когда была сформирована Господом земля. Формируясь, земля проходила через разные стадии своего развития. Сейчас она становилась на том развитии, когда человек может комфортно существовать на земле. но она устроена так, эта земля, что в любой момент, когда Господь скажет последний день, она просто сделает с ней то, что написано. То есть, земля вся изменится, небо свернется как свиток, и будет новая земля и новое небо. То есть, и все для этого сделано. И для того, чтобы человек себя не чувствовал и сейчас на земле спокойно, а искал премудрости, о чем здесь и говорит. Господь сделал на земле много полезного и интересного, чтобы люди трудились. Не просто так, а через труд они добивались той цели, чтобы Господь презвел на них, чтобы они молились Господу. И даже золото Господь поставил в храме Храм Соломона имел 2000 тонн золота. В храме Соломона все было из золота. Стены были покрыты золотом. Для чего? Потому что люди Господь определил для людей. И люди искали этот самый драгоценный металл для Господа, находили и подносили его именно Господу. Но так как люди отошли от самого Господа, от того, что нужно поклоняться именно Ему, а начали поклоняться другим людям, алчность вошла в сердце через сатану, и люди начали золото теперь стяжать себе, а не для Бога. А себе никогда не кончится это. Для Господа можно было остановиться и на двух тысячах тонн хватило. Ну а теперь уже люди добыли 150 тысяч тонн, и его все не хватает. Они все лезут и лезут его искать. Господь об этом рассказывает. Как они лезут? За этими жилами серебра в горы, пробивают эти штольни туда, чтобы найти концентрацию породы с серебром, с золотом. Есть рассыпное серебро, рассыпное золото. Я его еще как раз приготовил показать, как это делается. Вот как состоит земля, вот посмотреть надо, это тоже очень важно. Земля не просто там, а вот такой каменный какой-то шар. Нет, земля вся иссечена вот такими называются они разломы. Вот они хорошо здесь определяются различных ипов. Вот здесь у нас ордовий, кембрий, вот так они заражаются. Это кембрий, вот это ордовик. И вот они, видите, как рассеклись. То есть один глубже должен находиться, другой ниже, то есть как по слоям, по временным эпохам. Но происходили различные катаклизмы, то есть землетрясения, сдвиги, надвиги находили там, различные крылья образовывались. И вот одно, допустим, кембрия должен быть выше, а он оказывается ниже ли наоборот ордовий. Видите, как получилось, какое переплетение. И еще в самих этих же породах, которые того временного периода, тоже разломы есть. Вот это все, видите, показаны разломы вот таким вот пунктиром. То есть земля вся изломана. То есть почему? Потому что она постоянно движется, она не может не двигаться. Вот так Господь сделал, то есть для чего это Он сделал? Чтобы когда человек начал только читать начало Библии, прочитай первую, с самого начала Библию. С самого начала открой. Первое, читай. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и дух носился над водой. Дух Божий. Да, Дух Божий. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день, 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 какой день, сколько для нас день один. Написано у Господа, Бога нашего, тысяча лет как один день, и один день как тысяча лет. Это считается миллиардами, секси-миллиардами, я все время неинтересно, я сам на геолога учился, почему у нас остановились только миллиардами лет? Ну там, земле, существование земли 14,8 миллиарда лет. Ну а что, мы могли бы не миллиарда, секси-секси-секси-секси-лярд какой-нибудь придумать. Ну им какая разница, ну придумывай. Потом посмотрел туда, как есть такой этот Хопкинс, такой профессор безбожник, который умер, на креслице въездил такой весь искореженный, видели его? Очень умный, совершенный безбожник. Организовали ученые, верующие, подпись о том, чтобы в Америке, ну в европейских развитых государствах, убрать эволюцию Дарвина из обучения детей. Так он начал программу, безбожных ученых подписи собрал, и они победили, что теорию Дарвина оставить и ни в коем случае не трогать, а высмеять библейское знание наше о том, как образовалась земля, ну должна образоваться земля, что Бог образовал и так далее, то есть это исключительно, понимаешь? То есть оно в школе это не проходится, что Бог образовал, это непонятно, как Бог образовал, а Дарвин, вот Дарвин, все понятно, как образовал, это эволюция была, эволюция, эволюция, что-то там строилось, само строилось, из одной там какой-то клеточки, бум-бум, взорвалось там что-то, большой взрыв, и потом началось, началось, и вот оно, само все приобрелось. У нас теория Дарвина считается основной в школе преподавания. Да, теория Дарвина, теория всего лишь, теория, она рассматриваться должна как какая-то сексилиарная, что там где-то, пускай кто-то в это верит, кто-то безбожники, а всегда было показано всегда по Библии показывали людям, как все было вот Господь так сотворил а теперь начинают ученых спрашивать а как же золото, они начинают придумывать ну это где-то из космоса метеорит приехал, шлепнулся золото разлетелось, как разлетелось по всем континентам разлетелось и серебро также разлетелось, и медь ну допустим золото ну да, золото самое драгоценное а без меди мы что, обойдемся сейчас? нет ну а железо что, мы без него обойдемся? нет, у нас все железное медное, золото оно да нужно для того, чтобы хорошая проводимость серебро поменьше и так далее платина, это понятно для чего нужно компьютеры без золота, серебра, платина не обойдутся наивысшие почему? перегрев такой идет что невероятно, проходит столько электрической энергии, и греется, остальное все не выдерживает, окисляется, разрушается золото, платина, серебро держит пока, и слава тебе Господи какой-то может еще что-то придумают не могут ничего придумать и поэтому таблица Менделеева заполняется постепенно вот у ней там периодическая таблица, и вдруг раз пустоты идут, идут подряд там берели там, карми, мадни и хоп, пустота, почему? еще не нашли этого металла металла, а он должен быть неоднократно уже видно, что как находили там плутония, он может держаться в микро какие-то секунды, но он есть и есть при определенных условиях его держат он содержится, почему не могут сделать атомное ружье, почему не могут сделать атомный минометик какой-то ну, чтобы стрельнул в какое-то здание бац и готово, нету никого потому что нужно специальные защитные сооружения для вот этого маленького патрончика из плутония, допустим ну, там атомное оружие называется там, допустим, снаряд какой-то уже можно сделать, почему? ну, потому что это все-таки снаряд он побольше, а маленького микроскопического не могут сделать у него нету такого защитного сооружения чтобы ты в кармане его носил спокойно надо возить его где-то и так далее то есть человечество не придумало а почему не придумало? да потому что Господь это не предусмотрел он это все термоядерные реакции предусмотрел для того, чтобы в свое время землю, ну, сделать как надо какая она должна быть и вот мы смотрим вот это вот показано отработки золота вот так вот распространяется золото оно где-то там имеет на горе это вот так все идет вниз вот так горы идут сюда это река, это между гор всегда течет она прорезает самые мягкие слои по направлению, видите, всяко-разно извивается идет эта река и вот там вот мы копаемся, добываем находим это золото тут значки, которые определяют это разные породы и временные для чего? для того, чтобы нам можно было аналогично потом с такой россыпью этого золота выйти на другую россыпь она нам поможет и определить даже количество золота чтобы ничего не ушло потому что, видите, как добывают они там написано в темноту опускаются, висят крупицы золота добывают для чего? чтобы добыть премудрость Божию вот в чем дело и мы теперь должны через познание нашей земли вот этого сложного такого устройства земли которое Господь устроил нам для того, чтобы мы его искали найти через это премудрость Божию то есть через ничтожное ну какой-то камень это же ничтожное ну ты идешь и его отпнешь а Господь нас вот через нашего Иова праведника пытается нас привести к познанию премудрости Иов это говорит к своим друзьям обращается и они там ему начинают как говорить сначала они собираются вместе когда ну, сатана добился того что Господь отдал ему значит, на искушение и он сначала у Иова все отбирает что у него было забирает даже жизни детей забирает расположение жены его друзей расположение забирает ничего у Иова не остается и в конечном итоге опять приходит и Господь говорит ну хорошо я тебе полностью его отдаю кроме жизни жизнь его только не касайся все может что хочешь делать с ним и тогда сатана насылает на Иова самое страшное что есть это проказ болезнь проказа что это такое когда ты остаешься живой но тело твое начинает так странно гнить отходить от костей что даже как говорит Иов до кости он черепком себя снимает плоть свою плод снимает и обнажается кость это что а ты живой какие же боли испытывает человек ну организм так устроен Господь так сделал защитное такой что ну нету этого болевого такого шока потому что это постепенно все происходит очень долго годами и вот Иов в таком состоянии и эти друзья его собираются сам Иов жил где-то приблизительно в районе Палестины сюда ближе уже к земле обиталом а его друзья жили в разных местах ну как видим мы потому как волхвы собираются к младенцу Иов и Христос духовное созвучие есть такие страдания переживает Иов и Господь с ним обращается к нему и все согрешили кроме его одного оказывается и здесь же Иов призывает видите как Господь на кресте Боже мой Боже мой Аллахи для чего ты меня оставил помните вот это мы читали только как раз Евангелие и также Иов тоже взывает Господу Господи ты оставил меня я же был праведник и так далее ну то есть созвучие явно есть и поэтому созвучие опять почему три волхва потому что золото ладан и смирно поднесли поэтому считается три волхва а куда они пришли с разных сторон мира как мы уже говорили то есть с востока с запада запад это Европа восток это восточные там персы индусы китайцы и с юга африканцы то есть трое собрали так и эти три друга считается что они были самыми богатыми людьми королями как так говорится или царями или князьями своих земель то есть все к ним обращались и надо полагать что все они знали главное единого Бога как же потом они потеряли знание о нем от одного его видать осталось передалось дальше как то но однако и вот они собрались его и сначала когда увидели его бедственное положение зная какой он был могущественный какой был премудрый здоровье у него было 140 лет он все таки был детей 10 человек вокруг него были стада вот этих верблюдов ослов там валов и так далее сколько людей слуг было и он как все как все благонравно вокруг него было благочестиво и вдруг они видят такое поражение и они 7 дней написано плачут бросают пепел там прах этот на воздух вздыхают о нем и потом что-то с ними случается без сатаны здесь не обошлось конечно хотя ничего нам не сказано здесь в слове божьем но судя по тому как сатана спокойно входит в господу и общается с ним видать то же самое было и об этих людях и господь видать и попускает и сатане и с ними тоже поговорить и вдруг они начинают обвинять Иова в том что он не праведник а тайный грешник и они так странно к этому подошли что только праведников господь спасает вот праведников спасает и они один за другим велдат там давай перечисли каи к нам велдат савхиянин я даже читаю елифас фемонитяне фемонитяне велдат савхиянин савхиянин то есть если мы будем говорить савхиянин это точно велдат савхиянин это сова это у нас будет Эфиопия то есть Африка там кто еще елифас фемонитянин елифас фемонитянин это скорее всего европеец у нас грек ну может не грек но велдат савхиянин врачи да велдат 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 это имена персидские то есть они вот трое собрались с разных стран и начинает и каждый из них начинает его обвинять сначала говорят о том, что только грешников Господь наказывает ну как бы издалека подходят, ты уж сознайся что ты грешник, потом говорят праведников Господь всегда только милует а на все это всегда им отвечает очень правдиво хотя они правильно тоже говорят когда все читают, говорят ну так каждый из них же правильно говорит, почему а почему тогда им противоречит Иов а ведь именно они когда кому-то обращают речь вот кому-то обращают речь и тут они допускают неправду на Господа сколько вы будете препираться за Бога, говорит Иов а как понять, то есть они пытаются оправдать Господа и сказать ну не мог Бог на тебя это наслать ну почему, если бы ты был праведником ты бы жил, как мы видишь не болеем, ну как бы вот так они говорят хотя они это не говорят они боятся видать сглазить почему Господь и не призрел на них конечно в итоге а сатана так легко вошел в них потому что они не до конца сердце свое отдали Господу и ему приходится их вразумлять он говорит, да я все это знаю только вот глядите как бывает и начинает там перечислять вот в этих предыдущих главах это кстати уже последняя его защита дальше там пойдут уже другие и он говорит им бывает и так, а бывает и не так бывает что и без эти нечестивцы благоденствуют вроде всем и умирают полы там за ними идут процессии там хоронят их и вокруг, говорит, них малютки возрастают и радостные прыгают вокруг него прыгают внучата ну там да, там понятно и стадар там все короче вокруг него прыгают все радуются вокруг него и овечки хорошие у них аппетит и коровы дают там дойные молоко есть все питаются и так далее и люди там вокруг есть а он нечестивец он притесняет сироту вдову и все а Господь на него почему-то не отсылает почему? он задает вам вопрос почему? и опять Господа после этого обращается Господи почему ты меня сразу во мраке не сокрыл почему? еще когда мой зародыш твои очи еще не видели мы уже знали ну почему ты меня так не оставил ну что я не родился бы то есть постоянно он сетует ну как бы получается что как сетует на год на самом деле он не сетует он ищет справедливости и здесь он опять обращается к этим к своим друзьям и говорит вы посмотрите премудрость какая Божия вы многого еще не знаете это все сокрыто под землей и мы не знаем как там располагается там нету птицы небесной почему? то есть вы как орлы здесь все видите взлетели посмотрел вот мышка бежит раз там ее спикирую и заберу эту мышку вот там и проходит там охотник у него лук стрела я выше поднимусь меня не достали все вы видите а под землей видите? не видите а рудокопы все равно находят то есть как Господь им дал эту премудрость? дал этим людям премудрость дал они находят такие нужные для нас вещи достают там медь золото серебро разные драгоценные камни все а у кораллов вообще не скажу кораллы почему? под воду нырять надо здесь то хоть можно найти вот взял тут дышишь хорошо ныряла под воду хоть раз? ну пользуясь конечно ну и как? сколько ты можешь продержаться под водой? секунд 30 секунд 30 да и только показалось наверное что 30 а вот я занимался подводным плаванием могу тебе сказать что это такое нас так тренировали чтобы через силу прямо ты уже когда утонул чтобы чтобы ты понимал что такое находиться под водой и не паниковать у тебя в мозгу не должно быть паники потому что когда ты находишься вот эта чуждая тебе среда и у тебя уже нет воздуха ты должен вдохнуть у тебя потребность мы дышим даже сами не замечаем и такие хорохоримся еще это все Господь дал этот воздух его могло не быть на Марсе его нет на Луне его нет скафандры нужны люди летают запасы кислорода да как-то еще чтобы возобновляли регенерация называется возобновлялись они до того дошло мочу свою пьют нету там ничего ни воды ничего чистят там вроде кал очищают выжимают воздух да свой там пакетик там хранится потом чтобы никуда не вытаскивать и все и очищают ну вкусная вода потому что через много фильтров прошла ой-ой-ой что человек не делает чтобы сохранить жизнь так вот чтобы свое говорится дерьмо то не есть Господь дает премудрости нам чтобы ты не окунался опять в то же самое не был как говорится на поверхности легок как говорит опять же Иву здесь в 24 главе тебе нужно найти премудрость Божию как вот эти рудокопы ищут для нас металлы с вами говорит он вы поищите еще как следует вы не такие не зоркие вы не эти птицы которые в темноте ничего не увидят попробуй вас туда загнать и что вот и ты задохнулся уже а еще на плечи кто-нибудь встанет вот так тебя и держит а стоит тренер и вот так ты должен сегодня продержаться минута 10 у тебя сколько раз в тот раз было минута 5 вот сегодня минута 10 держись вот так встанет кто-то на тебя и все и ты там стоишь и ничего не знаешь что к чему-то а он тебе там сверху показывает ты смотришь ну когда он скажет всплывай ну когда рукой дергает и стоишь и пузырьки а там уже такая паника все ты начинаешь дергаться все я всплыть хочу а тот стоит этот тренер еще все так стой а парнишке ты там жалко потому что потом он туда пойдет я на него встану а я крупней он-то то есть дергат стой учитесь а как вы хотели и вот уже потом раз такой сколько дай я тебе сегодня поменьше дал опять это минута 5 всего а я думал что я минут 30 там уж под водой нахожусь ничего подобного все это тяжело это тренировки нужны это для чего это для того чтобы это понадобилось людям потом сохранить свою жизнь для чего только для того чтобы познать имя Божие все тут для этого только делается и поэтому Иов ему говорит Господь по-разному имя свое прославляет по-разному как подошли ученики и спрашивают у слепорожденного когда Господь подошел посмотрел и дальше пошел и Петр Господи кто согрешил он или родители его так он слепорожденный как он мог согрешить Петр о чем ты спрашиваешь он не знал может быть хотя его там написано все знали там 40 лет было 40 лет в этих местах и Господь говорит не он и не родители его а все это нужно было для славы Божией а какая слава Божия он подошел взял брение это ну как там ну что грязь ну это как пыль какую-то грязи не было пыль там на дороге какая-то собрал вот так пыль может кусочки какой-то там земли, глины не знаю положил себе видать на руку плюнул написано сделал брение брение это размазнил такое и помазал глаза вот это лекарство как им натигнуть закапывают медом все да не капай медом у вас там все обратно там за все у него раз начинает проходить все уже молчат он говорит да мне легче видите все покраснение отошло а как вы так мед придумали ну как мед если сюда полезем ну наружу тогда да тем более полезем это же не мумие которое с этих соходов каких-то там этих летучих мышей но его внутрь нельзя принимать а мед видишь как он и все и помогает то есть это премудрость Божия надо искать из малого из ничтожного написано делать полезное для многих мед это просто лакомство ну лакомство лакомицы а оно оказывается полезное вот надо было из этого извлечь полезное господь господь нашему наставнику брату нашему старшему Иван Тихонович вот такую премудрость видишь как находить почему потому что молится и он им тоже советует вы найдите премудрость эту пошатайтесь там по мозгам по своим вы что меня так клянете вы же друзья мои вы же видели как я жил а они видишь как придумали ты тайна ты тайна мы любим понашептывать на кого-то вот этот наушники сексоты даже не было да не было на всякий случай ничего страшного с меня то что будет а человек ну зависть еще называется предали господа из зависти по зависти видишь мы как из ничтожного из какой-то земли извлекаем полезное вот эти минералы вот это золото и золото плавится написано как там еще прочитай так у середра источность жила и у золота место где его плавит место где его почему не сказано просто есть там золото золото и так хорошо а именно где его плавит потому что золото очищенное золото очищенное это подобие вот этого золота очищенного наша душа которая очищена и есть место где оно переплавляется где это место это место в храме Божьем да в церкви оно там переплавляется там Господь из него кует именно то что нужно чтобы человек был праведник очищенный выйдет как золото это Давид говорит и Господь и вот здесь как раз говорится именно есть место вот просто так золото не проплавит все прогорает допустим захочешь ты просто золото расплавить вот в этом чайнике и не сможешь чайник прогорит а что нужно для этого есть специальная порода которая из нее делается называется тигель такой сосудик в этот сосудик закладываются кусочки руды там все где есть золото или серебро и ставится на огонь огонь такой температуры просто так не сделать в него нужно добавлять кислород для этого мехи раздувают вот так и по какому-то сосудику трубе или под землей делают канал добавляют и тогда он раздувается в огонь и нужно 1100 градусов чтобы расплавилось золото ну или серебро этого хватает чтобы она там платина уже побольше надо еще температуру там 1300 градусов и вот в этом тигеле только этот тигель нагревается он сам горит и вот так когда смотришь у него даже не видно что там золото потому что все одного цвета такого алло-желтого какого-то и потом его снимают видят что золото расплавилось и начинают выливать какую-нибудь форму форму выливают все золото вытекает до копейки остается только кокс один вот этот весь мусор который выплавляется а этот мусор это грехи которые в течение жизни и наши родные нам передали и сатана вложил ну в общем и сами нахватали все-все весь этот мусор он остается сверху вот Господу нужны мы такими вот расплавленными и это место церковь мы должны быть все в церкви все вместе едины вот об этом здесь Иов и говорит этим своим друзьям он все время их вразумляет и видим что вразумление достигло успеха в чем мы видим в том что они прекратили свои домогательства до него в конечном итоге там там следующая 29 глава а чем она ну он тоже продолжает Иов еще продолжает да он еще будет глава 3-4 продолжать да это последний его заключитель и Елеой будет говорить ага ну это молодой ну я думаю что на этом наверное мы закончим да помолимся Богом Господи по той новости которую там здорово из-за Иова из-за тех людей кто сохранили книги вот так давно написанные больше трех тысяч лет три тысячи триста лет назад написано это было и сейчас мы можем это читать удивляться тому сколько премудрости ты дал Господи этому человеку который через столько лет через тебя вразумляет и все новых-новых людей которые приходят к тебе и нас вразумят слава тебе Отец и Святой Дух Аминь С Богом Спасибо